Сегодня я представляю вам Сергея Сановского, которого вы имели уже честь видеть на нашем канале, просто он был заретуширован, голос его был изменен. Более того, Сергей владеет важной информацией и приводит очень интересные факты, которые бы стали известны ему, потому что он проходил военную службу в батальоне АЗОВ, впоследствии полк АЗОВ, в том числе и в зоне боевых действий. Приветствую, Сергей. Приветствую, Александр. Сергей, скажи, пожалуйста, что заставило тебя раскрыть свою анонимность и дать публичное интервью РИА Новости? Это интервью стало известным, его растиражировали крупнейшие средства массовой информации и я увидел массу откликов. Почему ты пошел на это? Я решил защищаться путем открытия информации касательно нашей спецслужбы, касательно их официальных и неофициальных агентов, касательно некоторых личностей из правительства Украины, которые мы будем открывать в дальнейшем. Информация будет также крайне интересна, я думаю, как для их окружения, так и для общественности, так же и для международных различных организаций. Дело в том, что на этом этапе я вижу, что то, что происходит в Украине, свидетельствует о том, что наша спецслужба, конкретно департамент контрразведки и департамент защиты национальной государственности, если я не ошибаюсь, просто у них от безнаказанности, они подходили сама от безнаказанности, я вижу, что как-то остановить по-другому это невозможно. То есть будем открывать информацию и заставлять их, скажем так, объяснять людям, почему так происходит, почему они это делают, в каких интересах, в интересах кого это делается конкретно, за какие деньги, какое законодательное обеспечение, ну, в общем, примерно так. Друзья, я напоминаю, мы находимся сейчас не в прямом эфире, это запись, и мы делаем это исключительно по соображениям безопасности Сергея. Он находится в смертельной опасности, тем не менее, он пошел на смелый шаг и раскрыл место своего нахождения, он находится сейчас в Швеции, если мне не изменят память, Сергей пусть меня поправит, он скрывался, по-моему, в четырех или в пяти странах, среди них была такая экзотическая страна, как Мьянма, а также вам может быть известно в советские времена Бирма, там идет своя гражданская война. Сергей, скажи, пожалуйста, это интервью, оно приводит все, что тебе известно, или у тебя есть какие-то другие факты и другие сведения о том, что происходит? Ну, скажем так, это крупница из того, что я собираюсь предать общественности в самое ближайшее время. Периодически буду давать определенную информацию, кое-какую информацию буду давать совместно, потому что некоторые личности, скажем так, нам знакомы обоим, которые принимают участие в определенных ситуациях, которые приводили к печальным последствиям. Вся эта деятельность крайне противозаконная, все это, скажем так, вся эта информация касается откровенной террористической деятельности Службы безопасности Украины. В интересах конкретно, из приказа конкретно товарища Петра Порошенко направлено против украинцев, простых украинцев в том числе, которые не являются никакими-то сепаратистами, не являются террористами, активистами даже. То есть люди, которые просто где-то перешли дорогу, либо отказываются сотрудничать с департаментом контрразведки, выполнять их незаконные действия. Этой информации достаточно много, некоторая информация находится в процессе доработки, некоторая информация уже передана, так сказать, для моей подстраховки небольшой, передана серьезным международным информационным агентством, некоторая информация передана в международные правозащитные организации, правозащитные и иные, скажем так. То есть это некая страховка, но с завидной периодичностью я буду эту информацию давать. Скажи, пожалуйста, есть ли свидетели, которые готовы давать показания по той информации, что ты даешь? Да, безусловно, есть целый ряд свидетелей, некоторые посвящены даже несколько больше в определенную противозаконную деятельность ДКР и смежных подразделений. Некоторые люди на моем уровне находятся, некоторые там ситуации видели с другой стороны. Люди, большая часть из них уже сейчас готова давать показания, и некоторые из них уже дали показания, опять-таки, в международной инстанции, которая уже проводит определенные, можно так сказать, негласные, следственные действия. И я надеюсь, что после этих публикаций, кстати, вернемся к цели, да, публикации, одна из этих целей, это, скажем так, привлечь людей, которые также знают о некоторых воинских преступлениях, о некоторых вещах, которые делает ДКР, негласно, неофициально, всю эту информацию комплинировать, дорасследовать и передавать, опять-таки, те же международные организации, международные правоохранительные органы и так далее. Более того, я скажу пока что неопределенно, и мы вообще сейчас говорим неопределенно, потому что многие факты, о которых вам стало известно из моих обращений, из интервью Сергея, они не являются окончательными, есть еще что рассказать. Эти факты уже поданы, либо готовятся к подаче в инстанции, правоохранительные, международные инстанции. Сейчас, когда мы с Сергеем обрабатываем информацию, которая известна ему, известна мне, когда мы собираем факты, которые подтверждают наши слова, я могу со своей стороны заявить, что, по крайней мере, часть информации, мне также хорошо известна, и она полностью согласуется с тем, что знаю я. И мы не одни такие с Сергеем. Есть еще такие военнослужащие, между прочим, которые действительно готовы давать показания и дают их. И более того, я вам скажу, что есть военнослужащие с противоположной стороны, которые тоже подтверждают наши слова, и которые предоставляют свидетельства, и видеосвидетельства, и другие материальные свидетельства, между прочим. И чтобы вы не думали, что мы работаем исключительно против Петра Алексеевича Порошенко, я вас хочу заверить, что нет. Для нас важна каждая жизнь, каждый человек, и с моей точки зрения, я думаю, Сергей разделяет эту точку зрения, священные права каждого человека, права человека, они важны вне зависимости от того, где этот человек проживает, на неподконтрольной Киеву территории или на подконтрольной территории. Поэтому мы собираем такие же факты военных преступлений и преступлений против человечности со стороны режима того же Захарченко и того же Плотницкого. И если есть здесь зрители, которые радуются, вот, наконец-то мы, там, укропов, как любят говорить некоторые, сейчас обольем грязью. Друзья, это ситуация не о том, это ситуация о торжестве прав человека, о том, что все военные преступления, все преступления против человечности должны быть расследованы и наказаны. Именно для этой цели мы собрались, и именно эту цель мы преследуем. Сергей, ты разделяешь, нет? Абсолютно верно. Абсолютно верно. У нас нет укропов, у нас нет сепаров. Все, кто совершили воинские преступления, кто совершает преступления против человечности, люди, которые уничтожают свободу слова, нарушают права человека, должны нести за это наказание, в зависимости от того, на какой территории они проживают, какие посты занимают, никакой идеологии придерживаются. Так точно. Сергей, вопрос. Ну, в принципе, все есть в интервью, но все же нашим друзьям, нашим зрителям. Скажи, пожалуйста, где ты вообще проходил в своей жизни военную службу? В прошлом времени я проходил службу в не один год в подразделениях специального назначения украинской армии, после демобилизовался, и когда началась, так называемая, антихилистическая операция, принимал участие в ней в составе батальона АЗОВ. Батальон АЗОВ очень многими считается неонацистским формированием, фашистским формированием, даже нам известен случай, что Конгресс США дважды запретил финансирование батальона, затем полка АЗОВ из бюджета США, который предоставляет помощь бюджету Украины. А ты вообще разделяешь фашистские взгляды? Ну, я тебе твое маленьких секретов. С 2000 года я состою в социал-демократической партии Объединенных. Для многих это будет, конечно, синтезом. В полк АЗОВ попал в принципе, ну, не могу сказать случайно, но на тот момент, наверное, альтернативы не было. И на тот момент там было достаточно большое количество случайных людей. То есть я туда шел просто как военный, когда я увидел, что, ну, ну, достаточное количество новобранцев на фотографии там, да, ну, посмотрел, как они держат оружие, как они носят экипировку, я понял, что большая нехватка кадров, профессиональные подготовки, и я шел туда с целью как бы защищать страну, а не с целью воевать за какие-то там нацистские или фашистские там идеалы. Ну, вот такой вот план. Как сослуживцы отнеслись к тому, что ты был соратником Виктора Медведчука? Ну, ты знаешь, как-то он просто не поднимался, потому что на самом деле ну, как бы не особо общались о политических взглядах, то есть там, когда проводили там лекции от Нароженко, да, проводили там, то есть определенная категория просто пропускала мимо лжи, там, да, там, ну, о своем общалась там. Некоторые сидели там просто им всем застегивали, да, ну, конечно, некоторые задавали интересные вопросы, то есть так, как он это видит, как это должно получиться, конечно, некоторые вопросы стали уступить, но сейчас не об этом. Я понял. То есть, по большому счету, никто не акцентировал на этом внимание. То есть, по большому счету, ну, как, конкретно ты не разделяешь идеалы батальона «Азов»? Нет. То, что касается неоносистских, фашистских, там, каких-то движений, идеологий, нет. А вот, когда ты попал в руки СБУ, батальон вообще за тебя вступился, нет? Нет. Понятно. То есть, твоя судьба твоим бывшим сослуживцам как бы была неинтересна. Ну, это отдельная тема для разбора, мне бы не хотелось сейчас. Я понял. Ну, вообще есть, что рассказать про «Азов»? Ну, естественно, как, наверное, тебе про твое подразделение. Понятно. Как ты думаешь, в результате твоей деятельности, твоим близким, вообще грозит опасность? Да, есть некоторые действия, которые зафиксированы уже на сегодняшний день, как от, скажем так, должностных лиц, правоохранительных органов, достаточно высокого члена, так и праворадикальных некоторых движений, скажем так, полу, точнее, не полу, а карманно-праворадикальных движений. Вот так вот. Были определенные телодвижения в сторону членов моей семьи, поступали определенные угрозы. Сейчас это озвучивать не буду, потому что мы все это дело документируем. И, естественно, люди будут привлечены к ответственности, к прямой ответственности. Пользуясь случаем, ребята, хочу объяснить вам, что каждый будет отвечать лично за свои поступки. Не прикрывайтесь там ни подразделением, ничем. Если ты имеешь, так сказать, храбрость, приходить к чьей-то маме, пожилой женщине, какие-то угрозы ей выдвигать, то, естественно, будешь за это нести ответственность. Сергей, скажи, пожалуйста, а что ты планируешь делать дальше? Какова тактика? Какова тактика? Тактика, наверное, популярная, так сказать, в украинских руках сегодня очень хорошо сформулированная тактика маленьких шагов, которым аплодируют все. Ну, скорее, которые интересны всем. Вот так немножко перефразирую. Потому что завидной регулярностью, повторюсь, сейчас будет даваться информация. Информация крайне интересная. Информация, на основании которой будут обязательно возбуждаться уголовные дела. И будет достаточно много вопросов к представителям нашего правительства. Что ты можешь сказать другим военнослужащим, действующим, бывшим, но в большей степени действующим, которые проходят службу в рядах вооруженных сил Украины, нацгвардии, подразделения СБУ? Что бы ты хотел им донести? Как бы ты к ним обратился? Ну, наверное, хотел бы сказать, ребята, война всегда была и будет войной, но есть определенные правила, определенные нормы ведения боевых действий. Соблюдайте их, потому что в любом случае будет индивидуальная ответственность. И ответственность будет очень жесткая. Это касается выполнения преступных приказов, несудебных казней, похищения людей, пыток. 50 раз подумайте перед тем, как выполнять какие-то непонятные приказы непонятных людей. Основной посыл. И будьте очень внимательны с товарищами из нашей доблестной службы безопасности Украины, которая за 5 минут из вас сделает либо организатора переворота, либо организатора убийства президента, ну, что-то в этом роде. Вчера был герой, а сегодня уже террорист. И причем это сделают с помощью вашего окружения, с помощью ваших друзей, там где тоже есть их не обязательно агенты, либо там какие-то просто информаторы. Будьте внимательны и в своих действиях, и в своем окружении. От себя хотел бы сказать, друзья, мы понимаем, что война эта уже является данностью. Предотвратить ее уже не представляется возможным. Что случилось, то случилось. Но, по крайней мере, нужно остановить боевые действия. Нужно остановить гибель мирных жителей. В первую очередь я хочу обратиться к ВСУшникам, к тем простым ребятам, которые тянут лямку в артиллерии. Уже тысячи раз поднимался вопрос, что артиллерийский огонь ведется неизвестно куда, неизвестно по каким координатам. Страдают, гибнут мирные жители. Практически каждую неделю, а то и каждый день приходят сообщения о том, что погиб там мирный житель, тут убила женщину, которая вышла во двор. Ребята, подумайте, это могли быть ваши отцы, матери, сестры, дочери. Это может быть кто угодно из ваших родственников. Подумайте 10 раз. Не надо убивать свой народ. Если мы воюем с солдатами, давайте, по крайней мере, уже соблюдать нормы ведения войны. Хотя, сама война это большое зло. Но, если вы не можете избежать этого, по крайней мере, не убивайте мирное население. А вообще, я призываю вас поучаствовать в том, чтобы остановить эту войну. И мы все вместе должны сформировать общественное мнение по обе линии фронта, для того, чтобы эта война остановилась и никогда больше не повторилась. Сергей, большое тебе спасибо за то, что вышел в эфир. Я рассчитываю, что мы будем делать эти эфиры регулярно. Мы не просто будем говорить и пускать круги по воде. Мы будем все наши заявления подкреплять уголовными делами. И наша цель, чтобы кое-кто, кто разжег эту войну, сел на скамью подсудимых, и те, кто выполнял эти приказы, преступные приказы, подчас с садистским удовольствием, потому что, если такие люди, к сожалению, понесли ответственность за свои действия. Спасибо, Александр. Все, всего доброго. Пока-пока.